Путин не вечен Апоганда решила стереть порошок рэпера Моргенштерна за критику празднования Дня Победы Видеозаписи массовых пыток в колониях потрясли всю Россию Их предоставил правозащитному порталу «ГУЛАГУ.НЕТ» белорусский программист Сергей Савельев Который уехал из России во Францию и предусмотрительно попросил там политического убежища Сколько после этого стало известно, что ФСБ и МВД России объявили Савельева в розыск Что он по этому поводу думает, он рассказал в видеоролике, который выложил в соцсети Вышел сегодня прогуляться, насладиться прекрасной погодой И уже вот где-то в дороге меня настигло это известие, что российские власти все никак не успокоятся И объявили меня в розыск Уголовная статья там не указана, но с учетом того, что я прекрасно знаю, что я там делал и чего не делал Это разглашение государственной тайны И российские власти пошли по единственному знакомому, единственному правильному с их точки зрения пути По пути силы, по пути запугивания И снова пытаются заткнуть мне рот Они пытались это сделать сначала в России, у них не получилось Теперь я во Франции уже вне их досягаемости По крайней мере в правовом поле Но они все никак не успокоятся и пытаются до меня дотянуться, запугать и заставить меня замолчать здесь Очень жаль, что вместо того, чтобы тратить время и энергию на реформу уголовно-исполнительной системы На расследование, на наказание всех, кто причастен к этим пыльчным конвейерам На исследование ужасающих доказательств, которые мы им предоставили Они снова тратят время на то, чтобы пытаться скрыть правду и замять это дело Догадка Савельева оказалась верной Его действительно обвиняют в разглашении государственной тайны И это, по мнению комментаторов, многое говорит о положении дел в стране Кирилл Ляц Пытки и насилие госслужащих над гражданами объявлены государственной тайной Соответственно, их разглашение госизменой Какие еще нужны доказательства фашизации госаппарата? Абаз Галямов Это они о видео с пытками, так, если кто не понял Файлы относились к сведениям для служебного пользования Носили гриф секретности и не предназначались для публичного распространения Ну, то есть, они сами сознаются, что это не перегибы на местах, что это система Я прямо представляю, как хочется кремлевским политическим менеджерам и крикнуть силовикам Вы бы лучше жевали, чем говорили После того, как сайт ГУЛАГУ.нет опубликовал видеозаписи пыток Некоторое время казалось, что даже российские власти потрясены и возмущены увиденным И хотят навести порядок в пенитенциарной системе Главу УФСИН по Саратовской области и еще нескольких сотрудников системы уволили Было заведено семь уголовных дел Но прошло всего две недели И оказалось, что наведение порядка в системе выглядит совсем по-другому И проходит под девизом «Не выносить ссор из СБ» Признательными показаниями называет это на своем YouTube-канале журналист Майкл Наки На мой взгляд, это признательные показания Как то, что власть не заводит уголовное дело по факту отравления Навального И это самое яркое подтверждение того, что сама власть и пыталась отравить Навального Что Путин пытался отравить Навального К счастью, у него не получилось Правда, получается теперь его держать в тюрьме Свободу Алексею Навальному и всем политическим заключенным И при этом для меня вот эта история с объявлением в розыск Это такие же признательные показания по факту То есть вот кто для вас враг Не те, кто пытают раз за разом заключенных И не всегда заключенных силовики в отделениях тоже пытают совершенно невиновных людей Заставляя оговаривать себя и используя это для того, чтобы получить палки И вот эти люди, они для власти цены Вот те, кто пытают А те люди, которые помогают бороться с пытками, не цены Это то, о чем я вам говорил в самом начале этого скандала Власть не беспокоится о наличии пыток Власть беспокоится лишь о том, чтобы информация об этом не утекала И вот теперь мы видим, что это официально закреплено На официальном уровне Что власть России Это власть, в том числе, основанная на пытках И это, видимо, тот самый умеренный консерватизм К которому апеллировал Путин С тем, что государство здесь поступает максимально логично Согласны многие Юлий Юсупов Кто был наказан за попытку отравления Навального? Правильно, Навальный А нечего было выживать, да еще и потом расследовать покушение на собственное убийство Недавно были опубликованы чудовищные кадры о массовых пытках И изнасилованиях в российских тюрьмах Я не смотрел, берегу нервную систему Но знаю, что многим, кто смотрел Потом приходилось обращаться к медикам и психологам за срочной помощью Как вы думаете, кто был наказан или хотя бы против кого завели уголовное дело? Против тех, кто пытал или кто этим процессом руководил по всей стране? Ну что вы, плохо же вы понимаете логику мафиозных режимов За что их наказывать? Они же важным и нужным делом занимались Было уволено региональное начальство исправительными учреждениями Откуда утекла информация за то, что допустили раскрытие государственной тайны И вот теперь ФСБ и МВД России объявили в розыск программиста Который вывез за рубеж файлы с записями пыток Вот это логичный поступок, не оставляющий совсем уже никаких сомнений в том Кто именно эти пытки организовывал и для кого они записывались в файлы Татьяна Долматова Видимо, поняв, что все эти материалы просто кричат о том, что пыточная система создавалась, отлаживалась и действовала исключительно сведомо и под опекой государства И скрыть это теперь никак не получится Государство просто и ясно объявило Ну да, мы пытали, пытаем и будем пытать И снимать эти пытки на видео Это наша информация для служебного пользования Если в истории с отравлением Навального они еще как-то дергались, отнекивались из последних сил То здесь они даже и отнекиваться не стали И на самом деле это какая-то новая реальность Нам фактически говорят Да, мы пытаем Можете сколько угодно возмущаться Вы все равно ничего не сможете нам сделать Сидите молча и тряситесь от страха Пока мы будем доворовывать остатки того, что не успели доворовать за 20 лет Удивительное время В сложившемся положении дел большую роль играет ФСБ Говорит соратник Алексей Навального Владимир Милов на канале Навальный Лайв В 90-е годы, когда было гораздо больше свободы информации Доносились истории о том, что где-то вот в колониях, в учреждениях, в СИН Людей пытают, бьют и есть элементы насилия Это, кстати, было, поскольку тогда пресса была гораздо более свободной Это часто было предметом обсуждений Но вот сейчас мы видим, именно в последние годы Что это стало такой вот просто системой И здесь есть очень-очень простой ответ на всю эту историю Ответ из трех букв Это буквы ФСБ Федеральная служба безопасности И вот мы в последнее время То есть мы обсуждаем в СИН В контексте всех этих пыток Но появилось очень-очень много материалов Которые говорят о том, что это все не просто делается руками исполнителей ФСИН А это координируется из центра И координируется вот этой самой федеральной службой безопасности ФСБ Которая фактически системно и организованно крышует и направляет эти пытки Кстати говоря, вот журналисты и правозащитники из проекта «ГУЛАГУ.нет» Которые, например, обнародовали вот эти данные о пытках в Саратовской тюремной больнице Вот они сейчас объявили о том, что в материалах секретного архива в СИН и ФСБ Они нашли там много интересного У них обнаружились планы по вербовке и пыткам осужденных в российских колониях И вот «ГУЛАГУ.нет» обещает опубликовать в ближайшее время вот эти данные о пыточных конвейерах Что это делается не случайно, а это делается специально и сознательно Что пыточные конвейеры используются в оперативных целях Не только представителями ФСИН, но по наущению и под руководством деятелей из ФСБ Из так называемого управления МФСБ То есть они используют, ГБшники используют пытки Для того, чтобы людей вербовать специально Как инструмент угрозы, насилия, психологического давления Для того, чтобы вот эта атмосфера насилия способствовала притоку информаторов И тех, кто помогает им контролировать все тюремное население Некоторые комментаторы указывают на то, что гостайны и сведения о пытках быть никак не могут По многим причинам Александр Минкин Черт, какая тайна? Разве мы не знали, что в ментовках, в КПЗ и в зонах пытают? Все знали, и в народе, и в Кремле Значит, тайной являются не пытки, а всего лишь имена садистов Евгений Савастьянов Статья 7 закона о государственной тайне Запрещает относить к государственной тайне И засекречивать сведения о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина Если решение об уголовном преследовании этого правозащитника Не будет немедленно отменено Знать, была на то высшая воля Рано или поздно и на эту высшую волю найдется управа Надеется Андрей Зубов Игры с продолжательством советского государства и его института В первую очередь ВЧК, НКВД, КГБ, ФСБ Закономерно завершились его восстановлением На большей части рухнувшего СССР Но как после слова и дела пришел в Россию 1801 год Как после пыточных камер Лубянки пришел 91 Так придет после кошмарного сегодня в России завтра И нынешние правители, считающие палачей из ФСИН своими А их разоблачителей преступниками Предстанут на народный суд Как предстают до сего дня уже обветшавшие гестаповцы На судах Германии И пощады им не будет Возбудив дело против Сергея Савельева ФСБ и МВД показало, кто им свой, а кто чужой И именно за это вам преступники божеского и человеческого закона Придется отвечать самым скорым будущим Которое непременно наступит Но прежде чем это прекрасное будущее наступит В российских тюрьмах и колониях Наверняка будет замучено еще множество людей Понимают это и те, кто там сидит Поэтому в колониях то и дело Проходят акции протеста против жестокости надзирателей Которые ФСИН, как правило, замалчивает Или пытается объяснить конфликтом между заключенными Как бунт в колонии Владикавказа В котором, по неофициальным данным Участвовало около 600 человек С вами Аля Пономарева И подкаст «Цитаты свободы» О самых интересных сетевых дискуссиях последних дней Продолжим через минуту Не переключайтесь Привет! Это подкаст «Человек имеет право» И его ведущие, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова И Наталья Джампаладова В подкасте мы обсуждаем, например Что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники И многое другое Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей И почему он устроен именно так Присоединяйтесь к нам каждый вторник И слушайте в привычном агрегаторе подкастов Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы» С вами Аля Пономарева В сети активно обсуждается свежее интервью Одного из самых влиятельных священников России Митрополита Тихона Шевкунова По некоторым источникам личного духовника Путина Чем оно так порадовало комментаторов Суммирует Станислав Белковский Интервью столь же забавное, сколь и своевременное Оно ясно и внятно свидетельствует не о растущем влиянии РПЦ-МП, а ровно наоборот О полном превращении московского патриархата в тактико-технический придаток РФ-государства В интервью, которое вышло на новом провластном ютуб-канале «Синдикат» Тихон Шевкунов прямо и без обиняков Называет президента Владимира Путина Человеком, на котором держится все российское государство Многие на него смотрят и говорят А кто еще такой, кто может вот так же вот Работать на международном уровне Кто может еще внутри сдерживать Все вот эти вот сдержки противовеса и так далее Но это и наша проблема Человек не бессмертен А что дальше? И этот вопрос тоже на нем Ни на ком другом Именно эти слова потрясли комментаторов больше всего Твиттер Белорука 1917 Говорят, духовник Путина Шевкунов сообщил Вождь настолько велик, что найти ему замену будет непросто Только первую неделю, конечно А через месяц уже никто и не вспомнит, как звали этого невысокого человека с потекшим лицом Павел Соболев Митрополит Тихон Шевкунов рассказал изданию «Дейли Сторм» Что архимандрит Иоанн Крестьянкин наказал Владимиру Путину Оставаться президентом РФ пожизненно А преемником объявить собственные мощи Твиттер догоняй Е7 и 09 Не вижу поводов для уныния Ведь мощи Путина можно хранить веками А за их просмотр сектанты будут платить большие деньги Так что для РПЦ выгоднее мощи На фоне обсуждения небессмертного Путина Потерялись другие темы разговора Например, митрополит очень эмоционально высказался за прививки от коронавируса Знаете, что самое поразительное? Вот мы сегодня тоже с врачами говорили Вот ковид-диссиденты оказываются самыми малодушными И самыми, мягко говоря, неприятными пациентами в больнице То есть они не могут поверить И у них начинается дикая паника Дикая паника И более капризных пациентов И, конечно, со всеми Все для врача все больные Это свято Клятву Гиппократа И очень многие у нас православные христиане врачи Много тяжелее всего, конечно, вот с этими ковид-диссидентами Это просто вот все не так, все не то И они поверить себе не могут, что они вдруг оказались в этих самых больницах Сами вы привиты? Я-то привит, да Я привился еще У меня мама, царствие небесное Она была доктор наук Микробиолог, да Эпидемиолог, да И она как раз работала в этом институте Гамалея И я видел, какие самоотверженные люди там работают Если слова о Путине подхватила в основном оппозиционная благосфера То эту часть интервью больше обсуждают лояльные комментаторы И теперь они вместе с остальной пропагандой Запоздало выступают за прививки Юлия Витязева Примечательно, что интервью с митрополитом Тихоном Началось с темы ковида Потому что, да, то, что сейчас происходит, это страшно Страшно и масштабами, и тем, как некоторые отказываются помочь себе сами К сожалению, очень многие лжепророки Коих сейчас развелось опасно много Отговаривают людей от вакцинации и использования средств защиты Апеллируя именно к тому, что, дескать, это все бесовщина И церковь якобы это не одобряет Так вот, это вранье Дмитрий Петровский То, что священник говорит о ковиде и о мерах борьбы с ним Это важно и нужно То, что церковь представляет о современном образованному человеку Некой цитаделью мракобесия Это явление странное и архаичное Мы стоим на пороге новой эпохи Где мифологическое сознание соседствует с научным Религия не отрицает науку, она ее дополняет И когда батюшка говорит, что надо прививаться и почему надо Это важный ход Потому что его услышат те, кто обычно не прививается Россия тем временем ставит все новые печальные рекорды По заражениям и смертям от ковида Так что хотелось бы надеяться, что кому-то слова митрополита Действительно спасут жизнь Вы слушаете цитаты свободы Подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях С вами Аля Пономарева Напоследок о том, как известный рэпер Разозлил пропагандистов и порадовал либеральную публику Рэпер Моргенштерн в большом интервью Ксении Собчак на ее ютуб-канале Усомнился в необходимости ежегодного помпезного празднования 9 мая Я вообще не понимаю вот этого вот праздника Победы Которая состоялась уже сколько, 76 лет назад, по-моему, да И до сих пор из года в год тратятся на это Миллионы это празднуют Всем что-то пытаются, не знаю, скрепы, может, это какие-то Я не понимаю Наверное, гордиться просто нечем Может, поэтому Но, блин, вспоминать каждый год на протяжении уже почти века О том, что когда-то тогда вы победили Ну, блин, не знаю Я этого не понимаю, честно говоря Ну, а для тебя Победа Великой Отечественной Ну, круто, молодцы Ну, двигайтесь дальше, как бы Делайте еще побед Побед в информационных технологиях Побед в космических технологиях Празднуйте их Но, блин, нет, что-то пока празднуем только то, что прошло 70-60 лет назад Последствия не заставили себя ждать Музыкант раскритиковало общественное объединение «Ветераны России» А глава Следственного комитета Александр Бастрыкин Заявил, что его ведомство займется проверкой этого высказывания По статье о реабилитации нацизма Ироничных комментариев по этому поводу в сети много Леонид Лялин Бастрыкин занимается высказыванием Моргенштерна о дне победы Подскажите ему еще, что Моргенштерн с немецкого – утренняя звезда А немцы напали в 4 утра Он следователь, должен найти тут связь Геннадий Гудков Благодаря возбужденному Бастрыкину Рэпер Моргенштерн превратился из утренней звезды В настоящую круглосуточную Теперь о нем узнали миллионы тех Кто никогда не узнал бы о нем без дуболомов из СКР Вот это раскрутка На слова Моргенштерна отреагировал даже Дмитрий Песков Он предположил, что рэпер сказал все это не со зла Но при этом заявил, что кумиры молодежи несут ответственность за то, чтобы понимать значение Дня Победы Речь идет о моральной ответственности, подчеркнул Песков Все это отдельно поразило комментаторов Денис Драгунский Не знал, что Гер Моргенштерн такая важная персона На уровне крупного государственного деятеля Министра, а то и премьера иностранного государства Вот германская министерка обороны сказала что-то про ядерное сдерживание России МИД ей ноту Вот Моргенштерн сказал, что он не понимает Всего лишь не понимает Не отрицает, не хулит, а не понимает Значение праздновать Дня Победы И Кремль ему объясняет Виктор Сонькин Безотносительно мнения и высказывания Моргенштерна Безотносительно его правоты или неправоты С каких пор все настолько с дуба рухнули Что на мнение рэпера в интервью Одни подают в суд, а пресс-секретарь президента Тоже что-то такое вещает Вот прямо настолько делать нечего Уже на следующий день рэпер извинился за свои слова постом в инстаграме Моргенштерн заявил, что его высказывания вырвали из контекста И что у него в тот день тяжко работала голова Но тем не менее извинениями для него все не кончилось В радикально прокремлевских блогах Компания против Моргенштерна пока только набирает обороты Маргарита Симоньян написала в телеграме Что Антон Красовский довел ее до слез Своей прочувствованной репликой о Моргенштерне Алишер Валеев, так в реале зовут юношу Уроженец Уфы 98-го года рождения Вчера ляпнул что-то у Собчак Сегодня уже каялся Видно, история с пропагандой наркоты Его подкосила Стоять до конца не было уже никаких сил Сломался парень Начал выть, что его неправильно поняли Что все вырвали из контекста Так себя ведут областные министры Или райцентровские князьки Которых застукали за унижением пенсионеров И сняли все это на мобилу Не так поняли, вырвали Меня самого чуть не вырвало От этой трусости и лицемерия Ничего, Алик, у тебя не вырвали Ни язык, ни контекст Хотя что-то одно, может, и стоило Отговорку про контекст Отказались принимать и другие провластные комментаторы Алексей Пушков Ерунда Не было контекста, из которого можно было это вырвать Он сказал именно то, что хотел сказать А весь контекст на лбу и на сцене Извинения не принимаются Как можно строже наказать, Маргин Штерна Призвал Михаил Шахназаров На канале Ильяса Меркури Ты-то кто такой? А я скажу, продукт системы Которая не наказывает их за такие слова Он завтра должен быть просто стерт Из информационного пространства Но этого не сделают Потому что он уже дал заднюю И начал говорить про какой-то контекст Какой контекст? Согласны с ним и другие комментаторы Сергей Марков Нам важно теперь, чтобы все выучили на примере Моргенштерна Что за отрицание священных символов России Россия наказывает и жестко Платон беседен О Моргенштерне, заявившем, что День Победы не нужен Буду краток Нахрен из России Пусть едет к таким же выродкам, как и он Которым День Победы не нужен Песню Александра Галича вспомнил по этому поводу Виталий Рувинский При всей разности эпох и, так сказать, масштабов Первое, что ассоциативно вспомнилось По поводу разворачивающейся безумной истории с Моргенштерном Мы тебя не то что взгреем Мы тебя сотрем в утиль И там же Если ж кто кого не видит Растолкуем в час-другой Нет, любезный, так не выйдет Так не будет, дорогой Хотя, какая нафиг другая эпоха? Та же самая О том, в какой эпохе сейчас оказалась Россия, рассуждает политолог Сергей Медведев В передаче персонально ваш на эхе Москвы Россия полностью обращена головой в прошлое То, что я сказал, найдена точка основания Это 9 мая 1945 года Это легитимирует место России в мире Победа это то, что дает России место в Совете Безопасности ООН Влияние на мировые дела и так далее и тому подобное Вот сейчас Турция Турция требует, чтобы, так сказать, было большее представительство других стран в ООН Потому что сейчас пятерка Совета Безопасности ООН Это тоже все, в общем-то, на 9 мая стоит А сейчас подпирают новые и новые игроки совершенно Бразилия, Турция, Южная Африка Да много ли кто региональные гегемоны Им, извините меня, 9 мая И то, что Советский Союз когда-то победил во Второй мировой войне Им это абсолютно фиолетово Что там произошло Сейчас уже начинается новая история Новый совершенно дележ мира И то, что там выходят наши лидеры на трибуну и говорят А вот мы в 1945 году это Эрдогана совершенно не трогает Понимаете, это вот еще раз говорит Что вот этот невероятный Забросили якорь в прошлое И держатся цепь И вот этот вот якорь держит в прошлое Мы держимся за 1945 год Как наши вообще последние рубеж обороны Вот все, танки перед Москвой Вот ежи противотанковые около Икеи стоят Дальше не пустим Не на пять родной земли И вот они сейчас точно так же держатся за 1945 год Не понимая, что история уходит вперед И глобальный мир уходит вперед Это надо оставить в фонде национальной памяти 1945 год Об этом надо говорить Но не надо делать это основой Национального самосознания И внешней политики Российской Федерации Со словами Моргенштерна, что в настоящем России Гордиться нечем Соглашаются и некоторые патриоты Вадим Горшинин Мне категорически не нравится Моргенштерн и его откровения о Дне Победы Слушал поэтому с чувством предвзятости Но, на мой взгляд, он сказал, в общем-то, правильные вещи Надо перестать гордиться только прошлым Неплохо было бы гордиться и прорывами в настоящем Таких прорывов нет И они даже не заложены на будущее Технологии, за исключением некоторых военных Не опережают другие страны Вопрос у Бастрыкина должен быть не к молодому человеку А к администрации президента Где есть целое управление по патриотическому воспитанию К Минкульту, Минпросвету Куда ушли все выделенные деньги за последние 20 лет Если лидеры мнений молодежи Не самые должны быть глупые Считают возможным ставить хотя бы под сомнение Гордость старших поколений А если в целом, то главное это в его высказываниях было Отсутствие побед в настоящем Во время его Моргенштерна уже сознательной жизни Я ему гожусь в отцы У меня старшему столько же, сколько этому парню Но у меня такие же вопросы Какие прорывы мы совершили в мировом масштабе Для того, чтобы быть достойными потомками победителей Или Королева, Гагарина Всех, кто стоял за космическими победами СССР Многие из тех, кто высказывается в поддержку Моргенштерна Оговариваются, что музыкантам не симпатичен И все же позиции властей вынуждают за него вступаться Антон Орех Они просто заставляют записаться на поддержку Моргенштерна Который мне нафиг не нужен Делают героя мученика и правдоруба Из обыкновенного хайпового дурня В некоторых провластных блогах Критикуют власти за недальновидность Моргенштерн аполитичен А местами высказываются даже в вполне лоялистском духе Вполне можно было бы и взять его в оборот Как орудие пропаганды Телеграм-канал доктор прописал В интервью Моргенштерна Все заметили вырванную из контекста фразу Про День Победы Странно, что, например, не обратили внимания На высказывания рэпера про нынешнее время Если наши родители не могли пискнуть Про условную власть Типа приезжал воронок Или как такая машина называлась То сейчас очень много людей могут Свободно, открыто выражаться Я не понимаю, чего сейчас нельзя Что сейчас запрещено Что я хотел бы сделать, но не могу У меня нет таких вещей Музыкант регулярно хвалит Россию И ругает оппозицию Вот, например, что он говорил об Алексею Навальном В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Два месяца назад Но я с Лехой один раз в жизни виделся Вживую И после этой встречи у меня все поменялось Потому что он не настоящий Это робот И я тогда понял все Это робот Он это не человек И все, что с ним происходит Скорее всего, это запрограммировано Понимаешь? По сценарию все идет В том же интервью Мартин Штерн еще речи ответил На вопрос, не пугает ли его Что в России критиков режим оттравят новичком Ну, раз это произошло Значит, так и должно быть Почему страшно должно быть? Почему? Ну, потому что в стране, которая претендует на то, чтобы называться цивилизованной Людей, которые поднимают голос Все, если претендует на Людей, которые поднимают голос против правящего режима Тупо травят Ага Так тогда вопрос к людям Они поднимают голос А может им что-то не нравится у себя на родине? Да к себе Отсюда Но теперь Следственный комитет как будто хочет гарантировать Что больше Мартин Штерн Таких вещей и говорить не будет Егор Най Самое трогательное в истории с Моргеном Это его ответы в интервью Гордона Который пытался с ним поговорить о политике Мне пофиг, мне неинтересно Отвечал Алишер Как в анекдоте Папа, в какой концлагерь нас везут? Не знаю, сынок Я политикой не интересуюсь Вот теперь узнает С независимой журналистикой государство уже расправилось Так что теперь нас ждет череда показательных расправ с лидерами мнений В том числе рэперами, ютюберами и тиктокерами Считает Дмитрий Колизев, главный редактор издания «Репаблик», признанного иноагентом Государство явно усиливает давление на молодежных кумиров и видеоблогеров На Пригожинских сайтах публикуют доносы на топовых блогеров Дудя штрафует Хованский в тюрьме Фонд Мизулиной-младшей написал еще 200 заявлений о пропаганде наркотиков Думаю, скоро появятся и видеоблогеры иноагенты С вами была Аля Пономарева и Цитаты Свободы В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе Слушайте нас, подписывайтесь на нас во всех возможных подкаст-приложениях Пишите комментарии, рекомендуйте нас друзьям До скорой встречи Студия подкастов «Радио Свобода» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»